привет друзья на связи рена пинтонида ваш риэлтор во флориде сегодня мы с вами продолжаем наш разговор на тему истории одной продажи такой у нас получился риэлторский сериал напоминаю краткое содержание предыдущих серий но даже не то что предыдущей серии а последней нашей серии мы с вами остановились на том что я уперлась относительно повторной инспекции уже не захотела ничего исправлять ничего делать и попросила сделать инспекцию айси системы самого покупателя для того чтобы понять что там надо исправлять и на этом дело как бы затихло и меня уже один раз они побеспокоили по поводу плитки потому что они нашли значит что в одном месте одна плитка треснула другая лопнула и меня спрашивали о том что может быть поменять плитку мы не просим вас поменять но вот дополнительные плитки может быть у клуба есть это и я опять связалась уже с вами с хорошо знакомой аннабелью и узнала у нее этот вопрос и аннабель мне конечно написала что никакой плитки у них нету что значит у них какой-то новый поставщик за три года поменялся и старый забрал все остатки плитки вот кстати я хочу сказать что вот сейчас занимаемся мы продажей квартиры и вот как раз в этой квартире когда мы пришли на показ там вот в уголке лежала неполная стоп ящичек с плиткой коробочка то есть оставшиеся плиткой на тот случай что если вдруг она разобьется если что-то случится чтобы было что заменить действительно если люди как бы на относятся к этому по-человечески они оставляют это кому она нужна новому хозяину она будет нужна а старому она то ни к чему вот и в общем этот момент затих с технической инспекцией банковская оценка прошла и поскольку они ничего не говорили мне относительно банковской оценки что она ниже то есть банк оценивает это ниже чем та стоимость которую сделки которую мы заявляем вот поэтому я поняла что банк оценил либо адекватно либо оценил еще выше то есть банком проблем никаких нет не было с моргиджем для покупателя и встал вопрос относительно закрытия сделки сделка планировалась закрываться 31 июля но еще до того как она закрывалась до того как я была в россии мы я связалась с титульной компанией сказал что поскольку сделка закрывается дистанционно может быть нужны какие-то документы которые я поскольку я буду лететь из россии в америку я могла бы с собой привести менеджер титульной компании она так сказать пошла мне навстречу она быстренько сделала все документы которые нужны будут на закрытии это получился очень объемный файл 58 листов она мне прислала их я послала покупка когда титульная компания прислала документы для подписания вот этот вот файл на 58 страниц там был одно из первых документов называется ведомость закрытия что это такое вот по факту перед закрытием сделки титульная компания пробудет такой дебит-кредит и в ведомости закрытия такая центральная графа наименование идут а левая и правая графа левая покупатель правая продавец или там наоборот на неважно и то есть вот идет графа что вот продавец платит допустим 100 тысяч долларов вот у продавца это стоит в дебите что он платит и пока этого покупателя а у продавца это стоит в кредите что он получает это и таким вот образом идут колонки цифр и комиссия сколько комиссия платится тому тому и в результате получается в результате вот этой ведомости внизу стоит сумма конечная сколько покупатель должен заплатить вот по итоговая сумма и внизу стоит сумма итоговая сколько продавец в результате этой операции чисто получает на руки то есть там и был были вот прописаны все расходы которые продавец несет там за уплату налогов за оформление договора потому что продавец платит за оформление договора там было установлено вот эти 3000 контрибуции которые мы должны заплатить то есть все все пункты и вот тут начинается самое интересное вдруг остальные два собственника которые как бы до этого как я потом уже поняла до подмахивали все совершенно спокойно не глядя ничего не разбираясь что они пишут за что подписываются вдруг они начинают смотреть эту ведомость и говорить ой а что это вот такое за три тысячи контрибуция а что это такое вот пять тысяч это тот долг который вы должны в управляющую компанию который вы в свое время не заплатили если вы не заплатили как наши думают да что все спокойно продаем квартиру мы ни за что не заплатили умываем руки и уходим нет в америке так не бывает в америке бывает так что титульная компания поднимает все возможные долги проверяет все на эти долги проверяет если они имеют место быть она их заносит в итоговую ведомость вот эту и потом а что это такое вот три процента получает продавец агент продавца и три процента получает агент покупателя почему мы должны за это платить и честно говоря мне было не очень приятно вот в этом плане потому что все вот эти цифры я проговаривал а потому что кому сколько против платить мы про еще проговаривали на уровне листинга когда мы этот агент этот объект оформляли на листинг и потому что понимаете вот когда мы смотрим как агенты мы смотрим Любой листинг, внизу идет строка, сколько процентов получает агент продавца, сколько процентов агент покупателя, сколько процентов получает рефералы, сколько получает сингл агент, если он единоличный агент. То есть это все внизу прописывается. И меня, например, совершенно не мотивирует, если я вижу, что как агент покупателя я получу 1% или там полпроцента, поставить там 0 нельзя. То есть своего рода вот такой вот проценты, которые ставят, и они, как правило, ставятся одинаковые, что агент покупателя, что агент продавца, они получают одинаковые проценты, потому что и должны они колебаться где-то в районе трех. Я видела, и я сама им показывала, что были для того, чтобы как бы стимулировать агентов показывать этот объект и продать его, иногда бывает и 4,5%, но 3% это такая вот бумага, говорит, расходная цена. Конечно, кто-то ставит там и 1%, но тогда риэлторам неинтересно становится продавать этот объект. Марокки точно так же, а комиссионные твои падают в три раза. И снова я пыталась эти все вопросы, те собственники адресовали одному, с которым я работала, и снова я пыталась ему объяснить то, что я ему в принципе уже объясняла и не раз до этого. И то, что он сам забыл, и то, что он им не передал, и то есть вот такое вот испорченное радио, которое еще дополнительно усугублялось тем, что... А мы поговорили со своими друзьями, вот наши знакомые, наши знакомые говорят, ты что 2,5% это 3%, 3% это много, надо было меньше, надо меньше писать, надо меньше платить. Я спрашиваю, ребят, откуда агенты? Из Калифорнии. Вы понимаете, что в Калифорнии вы за 200 тысяч ничего не купите? В Калифорнии они меряют миллионами, поэтому может быть там они платят 2,5%, а у нас во Флориде они платят 3%. А вот мы поговорили с теми, которые, значит, в Нью-Йорке, и там свое, и снова начинаю объяснять, что Америка, это 50 разных штатов, и в каждом штате свои законы и правила, и относительно продажи и покупки недвижимости точно так же свои правила. И даже во Флориде, вот я когда и в школе училась по недвижимости, у нас были какие-то законы и какие-то правила, которые были написаны кроме Майами, кроме области Майами, потому что в Майами свои законы и правила, и они могут даже от всей остальной Флориды, Флориды немного отличаться. И когда вот начался вот этот весь как бы такой вот загон, а потом вторая была вещь, а что такое ФИРП, а куда 29 тысяч как бы уходят с этого договора? Возвращаемся, что ФИРП-то это закон для дополнительного налогообложения иностранных инвесторов, вы иностранные инвесторы. А вот нам наши знакомые, они говорили, что невозможно получить деньги обратно по ФИРП-те. Если я об этом говорю, что если я ищу человека, который будет вам с этим заниматься, значит это возможно получить. Я про ФИРП-ту вам уже говорила, и вы знаете, что это такое, повторяться здесь не буду, но еще не рассказывала я вам, что как только вообще возник разговор относительно ФИРП-ты, я стала искать специалистов, кто может это сделать. Для этого нужен сертифицированный аккаунтер. Я им не являюсь, поэтому я никакие консультации, ничего по этому плану давать не буду. Я нашла двоих специалистов. Одного мне порекомендовала прямо в титульной кампании менеджера, второго я знала русскоговорящего здесь, но она только учится это делать. Я им дала оба контакта. Они связались с русскоговорящей, как бы она особого рвения по этому поводу не показала. И они сказали, хорошо, тогда давайте работать с англоговорящими, но мы не работаем с ней. Вы, пожалуйста, будьте у нас переводчиком, а будьте нашим представителем. Окей. Я начинаю, значит, работать с этим, списываюсь с ним, созваниваюсь с ним. Он мне присылает форму, которую нужно заполнить на каждого собственника. В этой форме очень такая есть конфиденциальная информация, которую я, допустим, имея вот то, что о них сведения, которые в документах значатся, в офферах, да, вот там вот в контракте, я этого не видела ничего, прошу их, перевожу, они заполняют мне эту форму на русском языке, я перевожу ее на английский язык. Дело ближится к закрытию. Я и все время телебоню, ребят, ну чего, спрашивай дальше, сколько будут стоить эти услуги. Мне этот, в этой компании аккаунтер, он говорит о том, что поскольку фирпту нужно инициировать, когда календарный год уже закрывается, да, чтобы по итогам года, давайте пока мы сделаем с вами возврат налогов за предыдущие годы, то есть за 2014, 2015, 2016 год мы можем сделать возврат налогов. А потом, когда подойдет конец года, мы сделаем уже возврат фирпты, потому что я ему говорила о том, что сделка убыточная, о том, что они не видели этих денег, они как-то у них гасились непонятно за что, он говорит, хорошо, раз они гасились непонятно за что, мы можем сделать возврат налогов. Ладно, не вопрос, объясняю им про возврат налогов. Связываюсь с этой компанией, говорю, да, согласно на возврат налогов, присылаете. Присылают форму на 25 листов, и там, значит, написано на первые 2 страницы условия, как они работают, сколько это все будет стоить. Вот, я, значит, перевожу, вникаю в эти документы, что мне надо, какую информацию от них надо попросить, как надо объяснить им, да, что им нужно сделать для того, чтобы вернуть эти налоги. Вот, все это дело я объяснила, он меня послушал и сказал, значит, что хорошо, вот я, значит, поговорю со своими сособственниками и вам перезвоню потом. Менеджер титульной компании, она, так сказать, пошла мне навстречу, она быстренько сделала все документы, которые нужны будут на закрытии. Это получился очень объемный файл, 58 листов. Она мне прислала их, я послала покупателям, продавцам. И там, значит, уточняла, идея получилась такая, что в некоторых документах им нужно было подписать живыми именно подписями, электронные там не годились. И эти живые подписи нужно было заверить нотариально у нотариуса в посольстве США. Хорошо в этот момент, что продавцы все жили в Москве, в московском регионе, то есть им нужно было записаться в посольстве США на прием и прийти всем вместе, представьте себе, три собственника с их женами и мужьями для того, чтобы собраться вместе и для того, чтобы подписать. И это нельзя было сделать как бы по частям. Они вначале у меня стали спрашивать, а можно ли мы сделаем это у русского посольства, нотариуса? Узнавали у своего русского нотариуса. И нотариус сказала, что она такого рода, как бы международной сделки, она не заверяет, нужно действительно посольство. Пока вот эти все узнавания длились, один из собственников уехал в отпуск. И его две недели нет. И получается, что первое, когда они могут записаться на прием в посольство, это 4 августа. Вставал вопрос о том, что сделка 31-го не состоится никак, то если 4-го только будет подписание. Я объявляю, значит, в титульной компании, объявляю покупателю о том, что сделка будет 7-го или 8-го, потому что 4-го будет только подписание. Не говорю им там про то, что кто-то уезжает в отпуск. Брешу уже как могу. Они говорят, хорошо, оформляйте документы. Каждый раз, когда что-то меняется из того, что было прописано в контракте, нужно составлять дополнение к этому контракту. И мы уже составляли, у нас было уже 2 адендума, нужно было составить 3-й. И вопрос даже не в 3-м адендуме, а в том, что пока я его составляла, то есть он составляется, этот адендум, его снова подписывают продавцы, снова подписывают покупатели, он отсылается в титульную компанию. Когда я его составляю, приходит новое известие, что, оказывается, записались не на 4-е августа, а на 7-е. Я не могу это объяснить американской стороне. Начинаю говорить, что вот посольство перезвонили и сказали, что 4-го не могут, а могут только 7-го. Что значит, вот это не наша, значит, вина, что вот 7-го они будут подписывать. Тогда приходит встречное предложение от покупателя, что раз они будут подписывать 7-го, тогда сделка будет закрываться 11-го августа. Я понимаю, что это нам на руку, чтобы она закрывалась 11-го августа. Дело в том, что это не просто вот нотариальное заверение в посольстве. Это нотариальное заверение с двумя свидетелями, один из которых консул. То есть это занятый человек, который должен нотариально подтвердить, что это заверение, что все это действительно их настоящие подписи. То есть это не так просто. За каждую стамп, за каждую печать на этом документе посольство берет 50 долларов. Я им говорила о том, что может быть нужно сразу в посольстве отправить какой-то гипломатической почтой, какой-то самой очень быстрой почтой, чтобы она дошла, они называют это overnight, чтобы за ночь оно пришло. Как оказалось, но предварительно, перед тем, что когда они отправляют, они должны эти 58 листов заново отсканировать, в электронном виде, вот как бы с подписями, с вот этими со всеми, и послать, чтобы по крайней мере в титульной кампании видели уже, что подписи есть, и что вот документы, как бы в дороге документы идут. Договорилась с титульной кампанией о том, что годятся, вот для подписания годятся электронные копии или нет. Годятся. Значит, рассказываю дальше. По поводу, значит, закрытие сделки, они приходят 7 числа в посольство, они, значит, закрывают это все, и оказывается в посольстве, что посольство само, посольство само почтовое отправление никакие не делает. Оформили это все, нам надо где-то отсканировать, это, в общем, проблема с тем, чтобы отсканировать это все, проблема с тем, чтобы не отправить этот скан, все-таки 58 страниц и мы не успели отправить почтовое отправление вот завтра с утра я отправлю честно говоря вот понимаете когда ваша сделка стоит когда ваши документы должны быть здесь вот просто кровь из носа вы должны с этим вопросом торопиться и организовывать его как-то для меня было это в общем мало как-то понятно но я же не могу на это все повлиять поэтому ну отправляют во вторник ну ладно значит отправляют во вторник во вторник утром получаю письмо я что с вот этими отсканированными файлами вижу что там у меня в отсканированных вот этих файлах у меня 21 по-моему из 58 начинаю спрашивать что такое понимаю что каждый отдельно файл отсканированный и объем письма до сильно тяжелое она пропускает только 51 другими способами по листам зазипованными папками куда-то на облако положить ничего не знают ничего не умеют меня трясет титульная компания пришлите мне хоть электронные копии потом почему потому что по законам флориды на договоре купли-продажи может даже не стоять подписи покупателя но там обязательно должна стоять подпись продавца то есть покупатель может быть просто указан он может даже не расписываться представляете но продавец его желание отдать передать значит сделать трансфер вот а property она должна стоять вот просто кровь с носом вот я их спрашиваю когда придет почта он не говорит что почта почтовое отправление вот нам когда мы отправляли мы отправили самой быстрой почтовое отправление должно прийти в четверг с девяти до двенадцати утра а сделка назначена закрытие на пятницу на десять тридцать и я уже вот казалось бы вот выдохнула так вот спокойненько все и пошла на зумбу думаю ну все нормально этот молчит значит относительно технической инспекции те подписали значит документы где-то едут думаю нот хоть как-то эта сделка завершится и во вторник вечером я прихожу домой после зумбы и спортивного зала открываю почту и вижу что там письмо от агента и в письме от агента написано что мы вас извещаем о том что 17 июня мы просим вас убрать ленд ритрак с парковки перед домом вопрос так и не решился ленд ритрак продолжает стоять возле дома завтра утром покупатель приедет для того чтобы сделать предпродажную инспекцию вообще этого помещения если он увидит ленд ритрак сделка не состоится покупатель уведомляет вас о том что если вы до пятницы этот ленд ритрак не уберете сделка не состоится при том что там документы подписаны они едут уже где-то в дороге а это грёбаная аннабель так и не убрала этот грёбаный ленд ритрак вот на этой не очень позитивной ноте я хочу остановиться и у нас с вами останется заключительная часть нашей истории с вами была рина пентанида ваш риэлтор во флориде если остались какие-то вопросы пишите в комментариях если вам понравилось это видео и вы досмотрели его до конца ставьте лайк предыдущие серии вы можете посмотреть в плейлисте история одной продажи если хотите узнать окончание подписывайтесь на канал а пока пока пока